Убийцы Ан-26 под Харьковом. Декоммунизация и дерусификация. Статья в журналистской правде за 27 сентября 2020 года. Любая техническая катастрофа – это повод в очередной раз задуматься об общем научно-техническом уровне страны, в которой она произошла. «Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится», – говорил булгаковский герой. В отношении самолетов это верно вдвойне. Если падает то, что создано летать, значит, а что собственно это значит. В падении украинского Ан-26 под Чугуевым повод задуматься над тем, в каком направлении движется украинская промышленность. Это так, потому что Украинское государственное бюро расследований сходу отмело какие-либо версии о диверсии и тому подобном и остановилось на четырех возможных вариантах причины трагедии. Техническая неисправность агрегатов, неверные действия экипажа, центра управления полетами или техников, готовивших самолет к полету. Что могло быть не так с бортовыми системами разбившегося самолета? И ответ – очень гурик. Все что угодно. Самолет с бортовым номером 76 был произведен в 1977 году и являлся достаточно редкой модификацией транспортного Ан-26. Ан-26Ш – учебный самолет для подготовки штурманов, которых было произведено всего 36 штук на фоне общего тиража Ан-26 в 1400 машин. 1977 год. Это давно или не очень? Увы, это срок запредельный для самолетов этого типа. Открываем таблицу ресурса воздушных судов и узнаем, что для Ан-26 время жизни следующее – 30 тысяч часов работы или 16 тысяч полетов или 20 лет. Обратите внимание на слово «или». Ресурс считается выработанным, если исчерпывается хотя бы один из показателей. То есть, сыграть в лукавую игру самолету 50 лет, но мы на нем только на дачу летали 5 раз в год нельзя. Усталость материалов, коррозия, распад резины и пластика и так далее – с этим шутить не стоит. Таким образом, по-хорошему, разбившийся Ан должен был быть списан в 1997 году. Но знающие люди возразят, есть же границы продления ресурса посредством капитальных ремонтов. В той же таблице указано, что в России ресурсы Ан-26 можно продлевать до следующих пределов. 36 тысяч часов, 20 тысяч полетов и 30 лет решили в 1999 году, потом в 2010 году передумали и изменили цифры в большую сторону. 45 тысяч, 25 тысяч, 40. Обратите внимание, эти цифры не плюсуются к уже имеющимся, скажем, налетал самолет 16 тысяч полетов. Его откапиталили и он еще 25 тысяч сможет летать. Нет. А являются суммарными. То есть, после капремонта борт может летать еще плюс только 9 тысяч взлетов посадок. На Украине в целом этих цифр придерживались, но последние годы эксплуатации подкрутили до 50 лет. Причина, думается, понятна. Топлива не было, авиация стояла годами на приколе, число полетов было невелико. Так давайте смухлюем и сделаем вид, что на новых самолетах можно летать еще десятилетия. Увы, бюрократия физикой повелевать не может. Самой пикантной подробностью здесь является то, что борт номер 76 только что вышел из ремонта. Да-да, ему продлили на Антонове срок службы на 2 года и документ есть. Скриншот. Так что же получается? Общий полетный ресурс, как утверждают в Минобороны, был всего 5000 летных часов. Мизер для машины с ресурсом 45 тысяч часов. Но, видимо, вот так хорошо отремонтировали, что сразу после ремонта отказал то ли левый двигатель, то ли, как потом скорректировали мнение, какой-то датчик в нем. А после этого еще что-то отказало, ведь после отказа левого движка пилот еще надеялся посадить машину, о чем сообщал в эфир. Короче, такое вот техобслуживание. Отремонтировали так, что лучше бы не трогали. А почему так? Что за 30 лет кардинально изменилось на некогда славном заводе имени Антонова? А все просто, его декоммунизировали. Невозможно найти другую причину такой массовой, обвальной и всеобъемлющей деградации украинского общества, отказавшегося от индустриальной стадии развития, но не поднявшегося до постиндустриальной. Казалось бы, а в чем связь между наукой, техникой и идеологией? Связь же самая прямая. Современная украинская идентичность строится на нескольких тезисах, каждый из которых крайне травматичен для здорового научного прогресса. Во-первых, в советский период эмоционально окрашен цвета стыда и траура, а не достижение и открытие превращено в нечто такое, к чему не принято прикасаться. Изучать можно только то, что любишь и уважаешь. А если любить запрещено, какое уж тут настоящее изучение? И получается, что огромный, ценнейший пласт технических достижений, отнюдь еще не устаревших, оказался в слепой зоне молодых украинских технарей. То, что помогло России создать посейдоны и буревестники, оказалось для Украины чем-то темным, позорным, наследием рабской доли. Но, как говорится, дело ваше. К науке же западные украинцы всерьез не допущены. Термоядерные реакторы их совместно делать не зовут, космические проекты не приглашают. И вышла ни богу ни свечка, ни черту кочерга. Во-вторых, сознательное выдавливание старых кадров из научно-технической сферы, скажем, опытному специалисту лет 50-55, учился он еще при СССР, может, даже в КПСС состоял. К украинскому национализму относятся резко отрицательно, но зато обладает ценнейшим опытом в определенной сфере. Какова будет его судьба? Ха-ха. Да его вместо карьерного роста скорее уволят, потому что потенциальный кадр для вербовки ФСБ, имеющий доступ к военной тайне. Та же судьба его постигнет, если он будет не скрывать своих взглядов, а то и выражать их в общественном или политическом активизме. Инженеры, они такие, да с пролетарским духом. А итог будет тем же самым. Совок не должен омрачать собой новых украинских реалий. В-третьих, декоммунизация накрепко связана с дерусификацией, то есть отрицанием объективного факта, что украинские ученые работали в неразрывной связке с коллегами из России, что в Российской империи, что в СССР. Что Сикорский это украинский изобретатель в каком-то крайне странном смысле, а так-то он, конечно, плод именно всероссийской научной среды и так далее. А такие загоны, штука крайне рисковая. Из-за них в свое время очень больно расплатился Гитлер, который пытался создать арийскую науку, выгнал из нее ведущих физиков-ядерщиков еврейского происхождения и остался без своего потенциального чуда оружия. Упоротая точка зрения, что современная Россия не имеет никаких научных достижений, это вывих не только морали, но и логики. И в таком кривом зеркале не видно собственных убогих недостатков, что только усугубляет все проблемы и отменяет трезвое критическое сравнение. Вот почему упал только что отремонтированный самолет. Его ремонтировали те, кто ушел в боковую ветви национальной технической эволюции, – боковую и тупиковую, которая не способна ни создавать новое, ни обслуживать старое. Григорий Игнатов Убийца Ан-26 под Харьковом – декоммунизация и дерусификация Убийца Ан-26 под Харьковом – декоммунизация и деруси национальной технической эволюции. Убийца Ан-26 под Харьковом – декоммунизация и деруковой ветви национальной технической эволюции.